Маркетинговая компания. Первый материал для тракового бизнеса, второй для всех токальных. Вопрос, как малому бизнесу, у нас 50 сотрудников, некоторые хаос, некоторые аутсорс. И как малому бизнесу масштабироваться и расти, не теряя в качестве? Возможно, у вас есть какие-то структуры, тайм-менеджмент, я не знаю. Ответ в траковый бизнес сейчас никак. Короткая слово. Нет, нет, нет. Маркетинг для тракового бизнеса на самом деле не только траковые компании. То есть многие компании сейчас выигрывают в траковой индустрии. Как продаж траковых инвесторов скупают и так далее? Скупают они то, что от них осталось часто. А траковый бизнес сейчас, как никто другой, демонстрирует справедливость выражения. Отлив всегда показывает, кто купался бесплатно. Это выражение города Баффета. Это сейчас происходит так. Когда туда заходили какое-то количество людей, которые плохо разбирались в вождении, покупали термоунги, которые платили большие деньги, заходили под высокий лист, под большое неэффективное финансирование. И вдруг сейчас оказалось, что выигрывают те компании, которые находятся на собственном финансировании. Но траковый бизнес – это сейчас эпизод, просто такой цикл рынка. Он обязательно вернется на тот уровень. Смотрите, три года назад люди находились дома, им нужно было очень много продукции. Эту продукцию из витраки, их было много. Сейчас люди вышли из ковида и структура рынка поменялась. Вообще, что такое в бизнесе быть великим бизнесменом? Это иметь возможность поменять внимание структуру трат потребителя в будущем периода. Не вообще дать какой-то продукт, не вообще дать какой-то маркетинг, не вообще дать какой-то лид. А ты планируешь изменение структуры трат потребителя в будущем периода в свою пользу. Тут пример Стива Джобса. Выходит в рынок с айфоном. Но это же не айфон, это же не железо с себестоимостью 100 долларов. Это же экосистема, внутри которой вдруг неожиданно оказался Абстой. Поэтому он тогда настолько гениальный бизнесмен, что его энергия до сих пор нами управляет. Потому что он сказал, а теперь вы будете тратить в Абсторе. Теперь вы будете тратить в айфоне. Теперь вы измените структуру своих трат и будете тратить вот так. А я айфон, не просто железка с программой. А я буду для вас выполнять арбитраж на транзакции. Представляете, это гениальное изобретение. Мир изменился. И мы сейчас эффект айфона видим в чате с чатом GPT. Это сейчас происходит. Просто не все пока поняли. Я цитирую его Викторию Тегибко. Она говорит, ребята, с чатом GPT наши участия забиты живыми мертвецами. Нам не нужны юристы. Потому что механически проверят все договора. Нам очень часто и в будущем, в ближайшем, не будет нужна юстиция. Потому что проверят все договора. Нам составят правильную логистику. Чат GPT. Но чат же, как явление, этих чатов сейчас много. А Миджурни нарисует нам красивый дизайн. А в фотошопе мы его доведем до идеальности. А капшинс, если вам нужно сделать презентацию, переведет и сделает другой язык. Для любого вашего клиента. На испанском говорящего, на португальском, на китайском. Вы будете говорить на китайском. Очень быстро, очень качественно, красиво. Уже не нужно переводчик. Причем он и так будет переводить в режиме реального времени. То есть сейчас наблюдается эффект айфона. Но и тогда они все это понятны. То есть будущее уже наступило, но оно неравномерно распределено. То есть пока мы обсуждаем тут, что какие-то бизнесы не пережили ковид. Хотя ковид закончился уже, напомню, два года назад. И мы отъявили нам сейчас вспоминаем неплохо, что было при ковиде части. А тогда мы думали, что это конец света. А через три года будем вспоминать этот день и говорить, ну, смотри, ну, честно, неплохо же было. Смотрите, что сейчас. То есть это уже не кризис, мы теперь всегда так будем жить. Поэтому нам до Третьей мировой нужно построить эффективный бизнес максимально быстро. Нам нужно быть эффективным, нам нужно накапливать эффективность. Поэтому делая шаг назад. Если вы думаете о масштабировании, то любое масштабирование базируется на навыке. Вы масштабировать можете только на навыке. Вы помните, инфобизнесмены всего мира очень красиво, на огромных сценах, с огромной анимацией рассказывали, что нужно, а, делегировать, б, масштабировать. Во-первых, те, кто делегировал, помните, делегировал что-то, вышел из операционного бизнеса. Это бизнесмена никто никогда больше не видел. Окей, все говорили, никто не сказал кому, никто не сказал как, никто не сказал, какие метрики должны быть, никто не сказал, как принимать отчетность, никто не сказал, чем в это время заниматься, чем заполнять свою паузу. А потом следующий этап сказали, а давайте масштабироваться. А что масштабировать? А масштабировать можете только модель. И поэтому, когда у вас в бизнесе есть модель, и вы в ней уверены для тракова на бизнесе, или не для тракова на бизнесе, вы ее будете масштабировать. Потому что масштабировать можно только навык и модель. Почему работает Старбакс в каждой части мира? Потому что он дал повторяемый вкус. Это очень плохой, невкусный, пережаренный, кислый кофе в каждой части мира. Одинаковый. И ты приходишь в эту прекрасную кофейну, и понимаешь, что он такой же невкусный, как и тут, но он стабильный. Это есть масштабная компания, мировая. Я к ним сейчас не захожу, они не выступили, что-то там против Израиля. Я закончился кофе, очень рад. Буду, пройду лучше. 100 метров больше, но у тебя другой кофе. Но в смысле организации бизнеса, они топ, потому что они дали повторяемый вкус. Потому что они масштабировали свой вкус, какой бы он ни был. Это великая компания. Прочитайте, дело не в кофе, обязательно. Это топ-менеджер этой компании. Он там об этом говорит. Он говорит, мы вообще не про кофе. У нас 5% кофе продается, как кофе. Мы вообще не кофейни. Он говорит о другом. Поэтому, когда вы хотите масштабироваться, вы должны увидеть свое истинное намерение. Вы для чего хотите масштабироваться? Какую ценность хотите дать своему потребителю? Что у вас есть такого, чего нет у кого-то другого? Сделает ли это за вас чат GPT? Сейчас добавился этот вопрос. Потому что развиваться будут только те индустрии, те направления, в которых нет давления чата GPT. В которых нет давления AI. Последнее, что скажу вам, сейчас есть кофейня, которая пошла по очень крутой модели. Они купили самые дорогие, самые мощные, самые умные кофейные машины, самые быстрые. Стоят они 25 тысяч евро. Одна небольшая машина, она очень продуктивная. И они ушли от бариста к человеку с навыком работы на этой машине. Не нужен бариста, нужен человек с навыком работы с машиной. А машина уже сделает правильный кофе. Так вот, когда мы сейчас будем масштабироваться, мы должны двигаться. Во-первых, масштабируем мы только модель. А во-вторых, наша модель должна выдержать давление AI сейчас, с искусственного интеллекта. И вот когда мы точно понимаем, что она это выдержала, дальше каких людей? Потому что вначале с кем, потом куда. Мы берем людей с навыком работы с AI. Им не нужно изобретать AI. Мир менеджмента поменялся в одну секунду. Это есть эффект айфона. Вам нужен человек с навыком работы с AI. Потому что если вы сядете сейчас что-то монтировать в чате GPT, вы повиснете на 3-4 часа. Если вы зайдете потом доводить какое-то видеоизображение или видео, или ставить какие-то титры в фотошоп, то вы зависнете на 4-5 часов. А профессионал сделает это за 5 минут. И выдаст вам гениальный ролик мирового уровня. Мирового. Или выдаст вам программу, как вам разместить о себе пиар-статьи, в ведущих изданиях мира. Это сделает за вас чат GPT. Это уже сейчас, прямо сейчас происходит. А мы продолжаем проводить собеседование с людьми, которые раньше готовили нам тексты. А уже чат GPT все написал в бета-версии. В тестировочной бета-версии у него сейчас есть доступ к гуглу, потому что мы относились к чат GPT как к новому генеративной модели больших текстов. А оказалось, что это новый движок, это новый движок мировой. То есть это совмещение гугла, дополненной реальности и искусственного интеллекта. То есть мы в нем будем жить. А поэтому, когда вы рассматриваете масштабирование, то в траках через два года, во-первых, будет электротранспорт, это очевидно. А во-вторых, маршруты будут оптимизированы. Искусственный интеллект. И прорисовывать их больше того на карте еще с привязкой к киллу, еще с контролем водителя и с замером его сердцебиения. Так будет уже в ближайшее время. Поэтому, рассматривая сейчас любое направление, любое движение, масштабируем навык, масштабируем модель, смотрим на то, как на нашу индустрию уже завтра, вернее сегодня, вернее вчера влияет искусственный интеллект. И главное, смотрите на своего клиента. А клиент вам сможет за это платить? А сможет сейчас траковый бизнес, который находится сейчас в ситуации, при которой выигрывают те, кто за собственные деньги купил эти машины, у кого нет кредитов перед банками? И те, кто всегда платил высокую зарплату у водителя, у него коллектив сохранился, у него профессионалы сохранился, он не бегает по ним, не говорит, придите к нам. Они всегда платили плюс 10 процентов, они инвестировали в будущую эффективность тогда. Так вот, ваш клиент вам заплатит чек? То есть, когда вы выполняете любую услугу, сейчас важнейший вопрос, а что будет с вашим клиентом завтра? То есть, вы изучаете не себя, не свою модель. Это тот редкий случай сейчас в индустрии, когда сервис важнее качества услуги. Такого не было никогда. То есть, потребитель говорит, сервис сдать уже с качеством потом. Дайте что-нибудь. Дайте быстрее. Дайте нам услугу. Вот сейчас такой рынок. И вот внутри этого рынка нужно работать таким образом, чтобы на свои затраты внутри смотреть внимательнее, чем на своего конкурента. И на своего потребителя смотреть внимательнее, чем на себя. Потому что он источник вашей векринности. Он вам заплатит или не заплатит за отравление. То есть, вы должны считать его риски, его компетенции. Потому что, работая с ним, вы на себя принимаете его риски. Так работает вертикально интегрированная в бизнес. Удачи. Спасибо.